Консерватники Приложение смотрим В котором нас можно слушать в прямом эфире И очень надеемся Что если вы в Москве Вы нас уже слушаете В простом радиоприемнике На частоте 101.5 FM У нас большая радость Оказалось, что Москва это все-таки Россия И радио Россия теперь вещает На частоте 101.5 FM Мы поздравляем с этим москвичей И радуемся, что такая большая аудитория К нам присоединилась Ну а все остальные, кто все эти годы нас слушают Просто поприветствуйте столицу Будем рады тоже Если вы как-то начнете между собой В комментариях общаться Писать, задавать вопросы Предложения, комментарии У нас в студии наш дорогой друг Наталья Таньшина Человек, который на самом деле И в представлении-то не нуждается Но все-таки нужно отметить, что Наталья у нас, помимо того, что она просто Очаровательная женщина, еще и доктор исторических наук Профессор Ранхикс и МПГУ Здравствуйте Здравствуйте, Андрей Здравствуйте, Роман Здравствуйте, дорогие слушатели Да, добрый день Поговорим мы сегодня с вами неотучно О фэнтези Что интересно Да, о фантазиях различных Вот «Ирк бытик» Это я не рыгнул в микрофон Это, оказывается, название Некой древней книги А что это такое, нам подробнее расскажет Наталья Ну, наверное, может быть Не столь подробно Я даже себе сохранила цитату из этой книги Да, потому что, ну, вообще Если вы даже откроете просто Википедию Да, у нас любой человек, нормальный человек Открывает интернет И первым делом все равно ему выпадает Википедия И он прочтёт, что это какая-то книга гаданий Какой-то сонник на древнетюркском языке Что-то такое Ну, в общем, какой-то сонник И если, да, я сейчас найду, что это за сонник И попробую вам сказать То вы в переводе Причём на русский язык переведена уже даже не сейчас И вот тут есть такое предзнаменование Приходит посланник на жёлтом коне И посланник на тёмно-коричневом коне Приносящий хорошие вести Говорится в нём Знай так, предзнаменование Очень хорошо Ну, и много такого другого Там я змея златоглавая Мне златокожие брюхо моё рассекли Беспощадным мечом Но если мы опять-таки откроем тот же интернет То мы увидим там выступления тюркологов, синологов, переводчиков Которые говорят о том Что вот этот древнейший тысячелетний текст Он, по сути, по-новому открывает историю Не просто тюркских народов А историю даже русского государства И это некий такой текст Который очень приветствуется как раз в тюркоязычном мире В том же Казахстане он очень популярен И много различных сайтов Которые интервью с переводчиками Составителями этих текстов дают И если мы почитаем комментарии Вот под этими роликами То мы увидим, как радуется публика Которые наконец-таки открыли глаза И показали, что вот было такое великое Какое-то могучее государство И тюрки, и русские, и кого там только не было Но в итоге получается, что русских-то никаких особо и не было Ну так сбоку стояли А всё, что есть, вот это великое Какое-то прежнее существовавшее Казахское государство Или тюркское государство Ещё с руническими какими-то письменами Древними То есть, с одной стороны, такая полная абракадабра Если мы это посмотрим Но с другой стороны Когда это не трибун, но вот с экранов Преподносят люди Которых представляют как ведущими исследователями Тюркологами Вот, извините, я перебиваю Как раз хотел на этом заострить внимание Вас, наших слушателей Вот, допустим Ну, мы уже привыкли Когда подобную околицию несут В соцсетях какие-нибудь Те же самые, не знаю, среднеазиатские мигранты Послушавшие это где-то в подпольном ОМО-клубе Или наслушавшись Таких же, собственно, малограмотных Своих же блогеров Но вот этот вот перевод Так называемой Евразийской книгой знаков письмена судьбы Вдвойне удивительно То, что Ее авторами являются такие люди Как вот Некий Федор Валентинович Черницын Который себя называет Историк Тюрколог Синолог Кризис-менеджер Дипломат Владея 12 языками В том числе церковно-славянским Древнетюркским Библейским И еще тысячи, наверное, языков Также написано, что он Заместитель Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И более того С ним еще, соответственно Некий тоже Представляющийся Уникальным Синологом Человек по имени Бронислав Виноградский Я его загуглил Он настолько, в общем Закутан какими-то фенчиками Что похож на Какого-то тоже там Коуча Личностного роста То есть вроде бы два Там Этнический русский Человек-гражданин России Но почему-то Собственно Продвигают Вот какую-то Странноватую книгу Которая Говорит о том Что Собственно Все, что хорошего Было на Руси Это какие-то Некие племена Древних Тюрок создали Как вы думаете Почему В чем Заинтересованность Этих Людей В этом Ну Я не знаю В чем Заинтересованность Именно этих людей Потому что Не имею чести Быть знакома Вот с этими Известными Синологами Тюркологами Переводчиками Я преклоняюсь Перед людьми Которые знают Столько Иностранных языков Возможно Придумали Несколько своих Причем Даже Вымышленных Но другое дело Всегда возникает вопрос А почему Вот это Столь известная Столь древняя Книга Которой тысячу лет И о которой Знали ведь И раньше Потому что Это не то что О смотрите Мы миру Явили какое-то Открытие Все это было известно Давным-давно И было известно Вот в том виде Который я процитировала То есть какие-то Золотые змеи Или черно-коричневые Кони Если мы почитаем Там Ну какая-то книжка Гаданий Или не знаю чего При том что Якобы книга Это была открыта Еще в 19 веке Венгерским ученым Но который Всю жизнь Работал на Великобританию Это все известно Да И вероятно На британскую Разведку А Англии Мы знаем тоже Обычно Вот это же такая Знаете Закономерность Все вот такие Сенсационные книги Где что-то такое Сообщается Архиважное Они находятся Либо Поляками Либо англичанами В польских архивах Либо там В Азии А мы знаем Что это время Как раз Большой игры То есть Вот какие-то Такие находки Вовсе не случайны И почему-то В руки всегда попадают Одним и тем же И я даже не знаю Что движет Этими учеными Но тут понятно Что вот Это не просто Какие-то Фэнтези Да И вот Подобного рода Фантастические истории Связанные с гаданием С прочим Мы имеем дело Вообще-то С политикой памяти С исторической памятью То есть С той ситуацией Которая происходит Как раз На постсоветском Пространстве И все вот эти Вот истории Связанные с поисками Древнего государства Каких-то Прапрапредков Какого-то Праязыка Вот Каких-то символов Все это Как раз Очень логично Выстраивается Вот в эту Политику Исторической памяти Которая как раз На постсоветском Пространстве Происходит уже На протяжении Ну Не одного Десятка лет Особенно вот После развала Советского Союза И это С одной стороны Инициируется Местными Элитами Потому что Это все очень Логично Укладывается Вот в эту Парадигму Отказа От имперского Во-первых Прошлого Российской империи Во-вторых От советского Прошлого Тоже советской империи Все это Очень логично Вписывается В концепцию Деколонизации Борьбы Вот с имперским Или советским Колониализмом Ну и плюс Это все Очень удачно Вписывается В политику Запада Который Со своей стороны Как раз Все это Поощряет И активно Развивает Ну и плюс Как мы видим Это развивается Не только там Да Что логично В бывших Республиках Советского Союза Или на бывших Частях Российской империи Но это происходит И тут Что удивительно Да Ну или может быть Неудивительно Это понятно Но это происходит Сейчас И это активно Так продвигается Я же это тоже Получила От очень уважаемых Людей От коллег Даже Которые Вот Уж не знаю Как на эти идеи Смотрят Но Это имеет Глубокие Как раз Такие корни Не только Среди Выходцев Из бывших Республик Которые Понятно Все это С восторгом Принимают Но все это Как-то так Имеет широкое Хождение Здесь А я посмотрел Даже кто Эту историю Защищает То есть Вот активно Защищают Как раз Ирбитик И даже Отписались В ответ На Ваш Как бы Пост Который То есть Совершенно Там Интеллигент Немножко Эту историю Высмеивает Это так называемые Левые евразийцы То есть У нас есть Политическое Евразийское Движение Есть Скажем Евразийцы Правые Которые Группируются Вокруг Уважаемый Ася Ангелич Дугин И вам По многим Вопросам Близкие к нам Правым Консерваторам А есть Вот эти Левые евразийцы Которые Там Любят Тоже Там Советский Перед Но Если Они От СССР Уходят В древность Они Все Большие Фанаты Орды Считающие Что Россия Проистекает Из Орды Это Не случайно Потому что Один из Лидеров Это Зарифуллин Которым Приятно Считать Что Из Орды Мы Все Вышли Включая Русских Так вот Отповедь На Ваш Пост Написал Такой Интересный Человек Который Сейчас К глубочайшему Сожалению Является Одним Из Придборных Политологов В Беларуси При этом В юности Он был Соответственно Там Змагаром Неуязычником Который Считал Что Беларус Это Отдельные Товарищи Кривичи Тусовался Вместе С украинскими Националистами Которые Сейчас У нас В правом Секторе В запрещенном Азове А потом Резко Свою позицию Пересмотрел Стал таким Левым Красным Евразийцем Такое Что интересно У Того же Самого Дермонта С одной Стороны Он недавно Выступал Обличая Философию Западнорусизма Вот этого Философского Течения Беларусской Интеллигенции Постулирующего То что Русские Беларусы Это в принципе Один Единый Или Три Единый Народ И его Тейк был Такой Что Мы Западнорусизмом Отпугиваем Поляков А вот Мы Беларусы Можем Собственно Сделать Поляков Дружным Тоже Странное Собственно Давайте Отдалимся От русских Чтобы Подружиться Поляками Ну Как бы Если Ты Себя Позиционируешь Каким-то Беларусским Патриотом Так вот И Дерман Как раз Он Написал Что Нет Вот И Черницына Замечательные Специалисты Книга Вот Это Настоящая Они Недавно Своя Тусовочка Левых Евразийцев Провели Съезд Новые Движения Новые Скифы Где Как раз Они Пропагандируют То что Во многом Россия Вышла Из Орды И нам Надо Чтить В том числе Таких героев Как Там Тамерлан И Чингисхан Ну Окей Допустим Если еще Там Чингисхан Может Чтить Наши Коренные Поволжские Татары То собственно Спасибо Тамерлану Что он Немножко Нахлобучил Ордынцев Когда Русь Освобождалась От Василитета Орды Но в принципе Я понимаю Почему Тамерлан Является Героем Допустим Для узбеков Потому что Он был Там узбеком Но зачем Чтить его В России В Москве Где он Не является Допустим Этим Героем Даже для Коренных Мусульманских Наших народов Как Там Татары Башкиры Совершенно Непонятно Поэтому Есть даже Целое Идеологическое Движение Левых Евразийцев Которые Все такие Большие Фанаты Орды И для них Это Видимо Такое Политически Мотивированное Решение Защищать И тащить Вот эти Липовые Фэнтези Рассказики Сюда Мне кажется Роман Вы совершенно Правы Когда говорите Что это Именно Абсолютно Такие Политически Ангажированные Движения Которые Не имеют Ничего Общего С академической Наукой С историей Как таковой Хотя Мы понятно Знаем Что вопрос О влиянии Орды На развитие Русского Государства Он в исторической Науки всегда был Дискуссионным И до сих пор Эта проблема По-разному Воспринимается И в историографии Были И есть Несколько подходов Что согласно Первому Влияние Орды Было значительно И Русь Как раз Воспринимала Многие Ордынские Порядки Прежде всего Политические Порядки Вторая точка Зрения Что это влияние Было Незначительным Совершенно Незначительным Ну и Третья позиция Она такая Срединная Что да Мы что-то там Заимствовали Но это в любом случае Каким-то коренным образом На нашу государственность Не повлияло Но Это опять-таки Спор Среди историков Тоже существующий Он в дальнейшем Выходит на уровень Уже абсолютно Такой Политический Политизированный И Им начинают Спекулировать И этим как раз Начинают играть Но Мне кажется Что тут Как раз Мы должны Чётко понимать Вот люди Которые Эту тему Поднимают Раскачивают Не знают Для чего Они делают Сознательно Или Не просчитывают Наоборот Может быть Ситуацию На перспективу Ведь Если мы посмотрим На взгляд Запада На нашу страну То ведь Это как раз Абсолютно Такой Западный взгляд Но только С негативной Коннотацией Что мар Что мы Не имеем Ничего Общего С Европой Мы не Европейцы В такой Радикальной Концепции Мы вообще Не славяне Да Вот абсолютно Такая Российская Или расовая Концепция Мы вот Какие-то там Тюрки Грязнокровки Но главное Что мы Не такие Мы другие Мы чужды Европейской Цивилизации Мы чужды Европейским Каким-то Принципам Мы это Ничего не понимаем И поэтому Нам надо Вот туда В пустыне Сибири Куда они Нас Постоянно гонят Но с другой стороны Там на востоке Наблюдается Такое же Встречное Движение Против нас Когда наоборот Говорится Что все Создали Вот эти Великие Восточные Народы Тюрки Ну или вообще Не важно Кто И вот то что Андрей Медведев Писал про Кремль Вообще вот так Если это дело Ставить Можно представить Что и Кремль Узбеки Таджики Или кто там Стародавние времена Строили Не для русских А для себя Потому что это Есть их исконные земли Которые вот эти вот Подлые русские Просто наглым образом Отобрали И это же как раз Вот эти фантазийные Или фантастические истории Они же как раз Вот очень ложатся Вот в этот концепт Деколонизации И вины за нашего Такое колониальное Прошлое И колониальную политику И вот то Что Роман Вы сказали Про левых Да Евразийцев Это же опять-таки Очень логично Вписывается В левую логику Но только в логику Советских учебников И советской историографии Потому что В рамках как раз Советской историографии Внешняя И в целом Имперская политика Российской империи Она же Как трактовалась Как политика Колониальная Как политика Империалистическая Конечно Ну империализм Ленин и трактовал В том числе Ну хотя у него Это высшая стадия Развития капитализма Но в целом В традиции империализм Это именно политика По созданию Обширных империй То есть как раз Вот левые И советские учебники И советская историография Она эту идею Очень активно Транслировала И потом Эта же идея Она стала нарративом Вот уже На постсоветском пространстве Там Казахстан Узбекистан Таджикистан Туркменистан Ну и прочие Бывшие советские республики А как так получается Что тут Я вижу определенный парадокс Вот конкретно В тюркском Это мышлении У них есть Вот ущемление Что Ай Плохие Нехорошие русские Я сейчас говорю О пропагандистах А не о всех народах А не о всех государствах Ну вот пропагандисты Этих идеи говорят Нехорошие Плохие русские Нехорошая Плохая Россия Нас ущемляла Терроризировала Выкачивала ресурсы Кремль наш украла Ядерное оружие Наше украло Я не знаю Что там еще Мы украли И сделали То что На самом деле Сделали Великие Вот эти Некие народы Это один момент Другой момент Те же самые люди Буквально Через запятую Могут сказать Наша Великая Орда Правильно Делала Что захватывала Эти отсталые Слабые Славянские Народы Мы правильно Все это делали И это Может говорить Один и тот же Человек С перерывом На прокашляться Как это может быть? Ну мне кажется Что это Вполне Сочетается Вообще Мы имеем Дело Не с какими-то Строго Логическими Да и уж Тем более Научными Построениями Мы имеем Дело С мифотворчеством А миф он не всегда Наверное Может и должен Быть логичным Потому что Ну прежде всего Вот Весь этот конструкт Исторической памяти На постсоветском пространстве Он строится Ведь на чем? Вот как Украинский вариант Он самый наверное В этом плане Такой показательный Ну может быть Они просто уже Дальше всех Продвинулись Но вот этот вот Ирк-Бетик Он же ведет Именно туда же То есть украинцы Выкопали Черное море Ну и вообще Они построили Все что можно И они вообще В основе цивилизации Как таковой А это как раз Вот основа формирования И конструирования Национальной идентичности Это именно Опора на Вот какое-то такое Великое прошлое А если этого Великого прошлого Нет А такое же тоже бывает Да Нет великого прошлого Потому что оно Как-то в целом Вот в рамках Российской империи было И не было Никакого там Членения и деления Взять тех же Белорусов Да Но тогда надо найти Вот это великое прошлое И тогда надо построить Просто миф О великом прошлом А этот миф Он же строится Не на Рациональных компонентах Да А миф это во многом Понятие такое Эмоциональное В том числе Ну или может быть Уже какое-то такое Архетипическое И вот здесь Как раз То о чем вы говорили Вот это первая часть Это образ России Как врага То есть Образ врага Он как раз Очень хорошо конструируется Ну и более того Это не только образ врага А образ жертвы То есть Вот эти народы Которых Россия Колонизировала Угнетала Вот они и есть Это жертва И отсюда Как раз Политика памяти Она выстраивается На вот Различных Мемориальных Или как сейчас говорят Коммеморативных Мероприятиях Посвященных Как раз Вот этому Комплексу Жертвы Потому что Одно дело Прославлять просто герои Да Ну герои Героическое Какое-то прошлое А другое дело Когда это прошлое Еще и трагическое Потому что Ну всем Не то что нравится Страдать А это как-то понятно Близко Вот эти вот Переживания Особенно когда это Происходит вот так вот Наглядно Не случайно Это строительство Различных Ну возведений Памятников Монументах Посвященных как раз Наратив вокруг Голодомора Голодомор Причем это не только же Украинское явление Да В Казахстане Всех травили бога Мучили голодом Кроме русских Они так считают Но создаются Вот эти концепции Там Да Везде То есть это такое Уникальное явление Вот мы жертвы Нас эксплуатировали Нас убивали Нас притесняли Но при этом Мы-то такие великие На самом-то деле Мы великие То есть знаете Это как Компенсаторная реакция Вот как собственно Русофобия И вообще как таковая Русофобия Или даже Есть такой сейчас термин Россифобия Россифобия Потому что это фобия Не только по отношению Ну к русским Вот к этнически русским Да Но к России Как государству То есть вот Они нас эксплуатировали Угнетали А мы-то между тем На самом-то деле Такие великие То есть это вот Та самая компенсация Такая психологическая Компенсация За вот то Какое-то Не то что даже угнетение Но за какую-то Неполноценность Возьмите тех же французов Ну потому что Это именно универсально Работает После окончания Наполеоновских войн Вот французы Очень тяжело Переживали Своё поражение Бывшая такая Великая нация Которая диктовала Всем условия И оказалось Что русские Вступили в Париж И у французов Как раз Формируется Вот эта такая Агалтелая русофобия Как компенсация За это поражение И здесь примерно Вот такие же Самые механизмы Действуют Потому что они Во многом Универсальны Хотя в каждой стране Есть своя специфика Ну безусловно Потому что И нам тоже В этом плане Нужно поддерживать Абсолютно правильно Верную историю Потому что Здесь получается Как Что если мы берём На веру Вот этот вот Иркбитик Странно Получается Что там Русь Это какой-то Там отсталый Улус Орды Которая В какой-то момент Взоропировала Типа в ней власть А на самом деле Нужно вернуть Обратными там Тюркам Которые В какой-то момент Там в этой орде Были там Вместе с монголами Одни из Доминирующих При этом Правильная история Я кстати Читал Есть там Один сайт Где пишут Разные татарские учёные И у них есть Допустим У некоторых Правильная Я считаю Оправданная Во многом Теория Что Поволжские татары Как уникальный Успешный Урбанизированный Этнос Мусульман Средней полосы Сложилась в рамках России Российской империи То есть История не в том Что как бы Там Иван Грозный Взял Стараханское Казанское Ханство И там Мучили русские Закабаляли Типа татары Наоборот То что Когда Орда Стала разваливаться Соответственно И многие Кстати Ордынские ханы И князья Уходили служить Народ Чтобы их там Не шлёпнули Во время Заметни И борьбы За наследство Что мы как бы Забрали осколки Орды И уже в рамках России Второе По величине Этнос Нашей страны Поволжские татары Сложились как Успешный Этнос И плюс Что-то уникальное Для всего мира История Что мы там Столько лет С башкирами С татарами Живём душа в душу Русские христиане И тюркские мусульмане Есть ли у этой технологии Конкретный источник Корень Мы видим Что это похоже на то Чем накачивали Украину Но Где разрабатываются Где заводик По производству Эти консервных баночек А я думаю Что Ну Вот вы верно сказали Что это общая такая Технология Да И Это же Произрастает Из С одной стороны Местной практики Потому что Ведь Национальные элиты Они часто Именно вот так Воспринимают Отношения С Россией То есть Это не сегодня возникло Не сейчас возникло Хотя понятно Что Вот В разных государствах На постсоветском пространстве Ситуация Ну Не везде одинакова Да Потому что Где-то Элиты Они ещё получили Образование В Советском Союзе И они как-то Воспринимают С уважением И советское прошлое И Наши Общие Наследия Там И признают Заслуги И Российской империи Возьмите там Да Армяне Они же не говорят Об оккупации Да Вот как там Грузия Сразу вот Окупация Аннексия Это же сразу Начало Происходить Вот после 91-го года Или например Великая Отечественная война Где-то Вот На какой-то части Подсоветского пространства Признаются Вот Заслуги Наши общие И наш общий Вклад в победу В Великую Отечественную войну А где-то Начинает же Уже переписываться И Вместо Великой Отечественной войны Речь идёт о чём О Второй мировой войне То есть Не было никакой Великой Отечественной войне И поэтому Где-то ещё Ситуацию Как-то можно Ну если не Контролировать То Немножко так Всё-таки Направлять А где-то Там тот же Казахстан Узбекистан Там вот Как считают Исследователи Уже точка невозврата Пройдена То есть С одной стороны Вот эта вот Внутренняя элита Особенно молодёжь Которая Училась уже Часто на Западе И которая Воспринимала Именно вот эти Западные Не просто подходы Не просто какие-то Концепции А вот по сути Такую западную Политическую Программу Ну и соответственно Запад Через политику Мягкой силы Через институты Памяти Которые ведь Как раз сразу Начали формироваться На постсоветском Пространстве Они вот эти вот Идеи Начинают активно Распространять Внедрять Пропагандировать С помощью грантов Там ну и прочих Средств влияния И получается так Что вот та Даже историческая Наука Которая формируется Вот уже Постсоветская На территории Бывших республик Она же уже Нацелена Вот именно На это Она ничего другого Уже не воспринимает Она вот только Такую концепцию На государственном Уровне проводит Более того Это же все Интегрируется И в учебники И в учебники Истории Где вот именно В таком ключе Трактуется Наше Там нет даже Общего прошлого Это не общее прошлое Это вот именно Тот период Окупации Аннексии Который затормозил Вот этот процесс Процесс обретения Самости Процесс формирования Национального государства Потому что это тоже Как раз вот В основе этой Исторической памяти Формирование нации Великой нации Будь то Советской России Будь то Имперской России Она все это Только тормозила И поэтому Вот смотрите Когда мы говорим Сейчас вот Текущие ситуации Допустим С теми же Мигрантами Это же все Очень сложно И очень серьезно Почему Потому что Это молодежь Которая получила Образование Понятно у себя На родине Не важно Какое это образование Но что-то они Изучали Да Из истории И они воспринимали В рамках Своих исторических курсов Нас как оккупантов Как врагов Которые пришли И аннексировали Их территорию Поэтому Когда они приезжают сюда И мы говорим Что Почему они себя так ведут А вот что это такое Почему они нарушают Наши права А они не просто Вот В силу того Что они другие Они такие Они нас воспринимают Как врагов Да Как врагов А их так воспитали Они это читали В учебниках истории Не то что Вот Они какие-то такие Неправильные А это наоборот Государственная Такая политика Но это же Полное дублирование Того Что есть в Европе То есть Во Франции Если посмотреть Там молодежь Из Африки В первую очередь Если мы говорим О франкофонах Она приезжает Во Францию Или скажем так Она уже все приехала Приезжала Во Францию С теми же самыми мыслями Им так же рассказывали Ну В данном случае Это правда чистой воды Потому что Это были реально колонии А Средняя Азия И Кавказ Кавказ Не были никогда Колониями В классическом понимании Этого слова Ничего себе Колония Мы сейчас посмотрим Сколько в Грузию Было вбахано Средств За советские годы Да и за Имперский период Как к ней Относились У нас Когда Грузия Была в составе Российской империи Или Советского Союза Ничего себе В колонию Сколько вбахали Всего Что они за счет Этой инфраструктуры До сих пор существуют И На базе Этой инфраструктуры Уже дальше Выстраивают Своё собственное Независимое государство Тут очень важный момент Как можно Деколонизировать Россию У которой никогда Не было колоний А в том-то и дело Что это Вот мы прекрасно Понимаем Что это Просто абсурд Да Потому что Российская империя Она строилась Совершенно по Иным принципам Нежели строились Колониальные империи Британская Колониальная империя Французская Колониальная империя Голландская Колониальная империя Нидерландская Испанская Португальская Неважно То есть Они все Строились Огнём и мечом Выжиганием Местного населения Французы Возьмите Которых вы упомянули Вот Алжир Самое такое Главное Французское Колониальное Приобретение Все годы Нахождения Луи Филиппа Короля у власти 30-е и 40-е годы Когда приходятся Решающие стадии Это же Постоянная война Это просто Тактика Выжженной земли Которую применяли Французские солдаты И которые Потом эту тактику Будут использовать Уже применимо К своему населению Но Возвращаясь Вот к тому О чём Вы Роман говорили Когда памятники Почему у нас ставить Да Там Чингисхану Или кому А французы Ставят памятники Абделькадиру То есть Французы Боролись 17 лет Практически С лидером Алжирского сопротивления Эмиром Абделькадиром А теперь ему В центре Парижа Ну и не только Ставят памятники Причём Если мы посмотрим Таблички Под этими памятниками Там ни слова нет О том Что французы С ним боролись И били этих арабов На протяжении Стольких лет Нет Вот этот Такой вот Деятель Национально-освободительного Движения Алжира Очень уважаемый Почитаемый Вообще Ну на самом деле Был достойным человеком Но французы Абсолютно Переписали Свою Историю Более того Ведь Они пытались На государственном Опять-таки Уровне Запретить Учителям Преподавателям Говорить Вот именно О проблемах Колониализма Они должны Говорить Только о Цивилизаторской Миссии Французов И знаете Французы Обыватели Вот обычные Французы Они же Когда вот Постоянно Им это говорят Они в это верят И они На самом деле Уверены Что они были Цивилизаторами И вот например Даже уже после того Как распалась Французская Колониальная империя Французы же Захранили Своё присутствие Через Зону Франка Да Через Экономическую Помощь Культурную Помощь И многие французы Они продолжали Работать В том же Алжире Учителями Врачами И поэтому Когда вот У меня например Бывают споры И я говорю О колониализме Французском Вот нынешние Французы Мне возражают И говорят Нет Мы ничего Не колонизировали Мы наоборот Помогали Мы развивали Мы вообще Цивилизовывали То есть Вот эта вот Миссия Или бремя Белого человека Цивилизаторская Миссия Вот они этим Очень хорошо Занимаются На протяжении Столетий Колониальное прошлое И более того Знаете в чем опасность Вот мы со студентами Изучаем в том числе Историю России И от своих студентов Первокурсников Причем будущих Таких политтехнологов Я слышу Вот то же самое Что Россия Страна Которая занималась Аннексией Которая колонизировала Которая проводила Политику Насильственной Русификации Вот по всем Азимутам И по всем Направлениям То есть Вот эти вот Левые идеи Они перекочевали Из советских Учебников И советской Историографии В современное Интернет Пространство Потому что Студенты Они Что бы им не рекомендовали Они все равно Будут читать То что найдут В интернете И это как раз Вот то О чем мы говорили Очень созвучно Тому что происходит На постсоветском Пространстве И то что активно Как раз Вливается Запада Все вот эти вот Книги Где строительство Российской империи Представляется Именно как Вот такая Именно колониальная Политика Или там работы Посвященные истории Орды В которой то же самое И у нас Вот у меня был даже Случай с издателями Которые получили Вот такую Английскую книгу И они хотели Ее перевести На русский язык И опубликовать Но слава богу Они показали ее мне А они уже купили На нее права И там так Представлены История России История Орды Я посмотрела И сказала Да вы что Вот такую откровенно Русофобскую книгу Публиковать И права у них есть Но они ее Понятно Не будут Публиковать Слава богу У нас Да У нас Мне кажется Затронули тоже Тему Вот этой Советской историографии Что там Сознательно Они есть как патриоты Так и люди Там Салафиты Которые Как раз таки Являются Откровенными Русофобами Тоже не просто так Появилось Потому что допустим Если мы спросим Простого Любого дагестанского Парня За что он уважает Имама Шамиля Он скажет А он Дольше всего Выявил С Российской империей Никто не педалирует Факт Последних лет Жизни Имама Шамиля В России В России Когда он сказал Если бы я знал Что Россия такая большая Как мне говорил Мой сын Джумал Удин Который там Был русскими офицерами Он с ним никогда не воевал И то что он завещал Своим детям Никогда Не воюйте с русскими И при этом Я считаю Что абсолютно Незаслуженно Почему мы не раскручиваем Например Фигуру Алиханова Аварского Да Аварцев Который на службе В Российской империи Достиг уровня Царского генерала И собственно Была такая история успеха Когда лояльный Российской империи Горец Совершил Такую замечательную У нас же масса таких Примеров Но мы почему-то До сих пор Культивируем Тех героев Которые воевали С русскими Естественно Молодежь Когда народов Растет на таких Примеров Вряд ли они здесь Вырастут Русофилами Хорошо Вот мы там говорим Что замечательный Магомед Рубагандов Работаем братья Погибших Наш герой современный Но была еще Целая масса Героев Прошлого И в том числе Например Даже в поимке Того же самого Имама Шамилета Или там Шейха Мансура Участвовали Пророссийские Чеченцы Дагестанцы Имена которых Мы в принципе Практически не знаем Сейчас А надо бы Совершенно верно Роман И более того Эта же проблема Она знаете Она проникает Уже вот в сугубо Такую научную плоскость И вот буквально Недавно был такой Пример С одной Диссертацией Которая была посвящена Как раз Политике Российской империи На Кавказе И взаимодействием С так называемыми Конфликтными сообществами Как раз Вот конфликтные сообщества Были взяты в кавычках И знаете Вот эта диссертация Она встретила Которая была защищена Вот в Пятигорске Ну На юге России Да Она встретила Очень большое сопротивление Со стороны Общественности Кавказской Которые Начали выступать Говоря о том Что Вот это совершенно неправильно Говорить о конфликтных сообществах Что сейчас Вот Кавказ Чечня Да Дагестан Они активно принимают Участие в СВО А вы вот тут говорите О каких-то Конфликтных сообществах То есть вот Местная школа Историографическая Она Очень сильно Политизирована И во многом Идет именно Против исторической правды И получается Как мы Должны Именно историю Вот так вот Переписывать Фальсифицировать В угоду Вот каким-то Политическим Реалиям Даже вот Несмотря на всю Важность современной Ситуации Нет История отношений Она была Разной Да Но Вот Очень опасно Что даже Сейчас вот На нашу Не на какую-то там Науку В Казахстане Или в Туркменистане А вот здесь В России Вот такое вот давление Политическое Оказывается А как этому Можно противостоять Ну У меня напрашивается Ответ Что Культивированием Здоровой Русской Идентичности У ученых И лидеров Общественного Мнения Но на практике Что с этим делать Ну вот Знаете Как раз Вот МГИМО Этими проблемами Да Активно занимается И сейчас Проблемами Исторической памяти На Постсоветском Пространстве И вот если посмотреть Что пишут И о чем говорят Ученые Я имею ввиду МГИМО Преподаватели Коллег То они говорят Что вот Идти прямо Вот так вот В лоб И как-то На государственном Уровне Такое что-то Создавать Вот это наверное Не очень Правильный путь Почему Потому что Это будет воспринято Как русская Пропаганда Ну и сразу Будет так вот Отклонено И Надо создавать Какие-то Вот такие Не то что Межгосударственные Но Компании Ну не компания А просто Ученые Из Например России И Казахстана Они пишут Какие-то Учебники Параллельные Истории То есть Вместе И наши Ученые И ученые Из Стран Вот бывшего Советского Союза Российской Империи Создают Вместе Какие-то Учебники Вместе Это обсуждают И потом Это имеет Выход Именно На широкую Аудиторию Какие-то Небольшие Может быть Работы Там По объему Там Сто страниц Не то что Вот какие-то Фолианты Да Огромные Которые Такие небольшие Работы На разных Языках То есть И на русском И на национальном Языке Для того Чтобы Вот такая Правильная Точка зрения Она Находила Слушателей Потому что Ведь на постсоветском Пространстве Не все Ученые Они вот Абсолютно Так вот Зомбированы Есть и Вполне адекватные С которыми Как раз Можно Работать Проводя Какие-то Совместные Мероприятия Круглые Столы Но опять-таки Действовать Надо очень Осторожно Ну или Например Опять-таки Русский мир Русский мир Или Россотрудничество Они же Пытаются Действовать Но Им не то Чтобы палки В колеса Ставить Но Постоянно Говорят Что вы Кремлевская Пропаганда И мешают Всячески Ну Пусть даже Говорят Что кремлевская Пропаганда Это понятно Это все равно Нечто формальное А если Говорить О фильмах Культуре Играх Компьютерных Книгах Тут что Можно делать Вот Как раз Очень верно Андрей Вы это Говорите Потому что Даже если Посмотреть Вот эти Рекомендации Там как раз Предполагается В том числе Через фильмы Через игры Через какие-то Комиксы Вот то что Понятно И то что Воздействует На молодежь Какие-то Ролики Да Потому что Молодежь Смотрит Какие-то Маленькие Ролики Если это Будет Какой-то Трехминутный Ролик Но там История Будет Представлена Интересно Живо Увлекательно Простым Языком Но правильно С научной Точки Зрения Выверенной То вот Это Наверное Тоже Ход Потому что Ведь Проблема Знаете Какая Еще И это Отмечается Специалистами Что Вот В советское Время На уровне Академии Наук Изучалась Именно История Прежде всего России Да Вот Российской Федерации А история Национальная Она была Откуп Отдана На откуп Национальным Академиям Наук И получилось Так Что У нас Даже Специалистов Каких-то Не было Сильных По нашим Территориям Все это Было там Все это Развивалось Там А сейчас Как раз То что вы сказали Как раз Кремль Происходит Подмена Зачастую Понятий Вот С той Стороны Когда Говорится Не о политике Там Российской Империи Или Советского Союза А просто Это называется Политикой Кремля Политикой Москвы И таким Образом Происходит Перенос Вот Перенос Того Что Было В прошлом Когда-то На Современную Власть На Современную Российскую Федерацию На Слышит Просто Москва Кремль Он Сразу Ассоциирует Это Не с Какими-то Делами Давно Минувших Дней Сейчас Мы Планомерно Подходим К тому Что Россия Придется Делать Выбор Либо Мы Утверждаемся В своих Русских Корнях Традиции Не отрицая Корни Традиции Других Коренных Народов России Либо Страна Будет Трещать Пошло Дальше Как Трещало В 91 Что Нужно Сделать Сейчас Чтобы Ее Удержать Потому Что Весь Этот Разговор Он На самом Деле Вот Про Это Мы Будем Дальше Или Мы Не Будем Или Мы Будем Дальше Разваливаться От нас Будут Отваливаться Куски Ну Очень Важный Вопрос Причем Стоящий Не Сегодня Возникший Не Сегодня Ему Уже И Не то Что Там Не Один Десяток Лет А Не Одна Сотня Лет Потому Что Собственно Запад Он же Традиционно Делал Ставку На то Чтобы Разорвать Нашу Страну Изнутри Чтобы Внести Смуту Именно В наше Внутреннее Общество Или Ударять Через Окраины Через Мягкое Подбрюшье Кавказ Казахстан Раньше Польша То есть Вот Через Эти Окраины Такие Территории Потому Что Внести Внутреннюю Смуту На это Ставка Запада Была Всегда Потому Что Там же Прекрасно Понимали Что Одолеть Нас В какой-то Такой Схватке Ну Просто Не Представляется Возможным Потому Что Мы Большая Могучая Сильная Страна А вот Именно Нас Расчленить Нас Разъединить На это Ставка Была Всегда В 19 Веке Возьмите Опять-таки Те же Левые О которых Мы Говорили Маркс Энгельс Они же Не скрывали Они так И говорили Что Надо Устроить В России Какую-то Революцию Какую-то Социальную Смуту Потрясение Для того Чтобы В России Уже Не было Никаких Потенций Никаких Намерений Завоевать Какое-то Мировое Господство И Мне кажется Вот Наш президент Он Постоянно Об этом Говорит Сейчас Он Говорит Во-первых О том Что Россия Это Государство Цивилизация То есть Мы Самодостаточные Но в то же время Он постоянно Говоря о том Что да Мы Многонациональная Страна Мы Ориентированы Вот Действительно По всем Азиапатам Мы открыты Для сотрудничества С Востоком С Югом С Азией Но и с Европой И президент Постоянно Подчеркивает Что Россия Это европейское Государство Что христианство Как Система Образующая Религия Да Это то Что как раз И формировало Европу Как таковую И более того Вот на Петербургском форуме Он же четко сказал Что мы и есть Европа Мы и есть Настоящая Подлинная Европа А вот не та Европа В которую она Сейчас превратилась Где Ни от Европы Ни от христианства Ни от каких-то традиций Общечеловеческих Ничего не осталось И поэтому Как в 19 веке Некоторые авторы писали Что будущее Находится на берегах Невы Так и сейчас Наверное Россия должна стать Привлекательной Для нормальных Здоровых Людей Неважно какой Национальности Спасибо большое Наталья Я лишь добавлю еще Что русофобия Должна быть признана Преступлением И болезнью И экстремистской Идеологией Наталья Таньшина Была в студии Радио России Это программа Консерватники Андрей Афанасьев Роман Антоновский Надеюсь Вы получили Такое же удовольствие От этого разговора Как и мы Увидимся через неделю Берегите себя Любите Россию Редактор субтитров А.Семкин КОНСЕРВАТНИКИ 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 КОНСЕРВАТНИКИ